Добро пожаловать в мир животных! Здесь много удивительных историй о красивых, умных и уникальных животных, поэтому присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Малайский или голубой крайт принадлежит семейству аспидов, отряду чешуйчатые. Голубой крайт распространяется на большей части юго-восточной Азии, встречается на юге Индокитая, распространяется в Таиланде, Наяве, Суматре и юге Бали. Голубой крайт не столь большая змея по сравнению с желтым или черным ленточными крайтами. Этот вид имеет длину тела более 108 сантиметров. Окраска спины у голубого крайта темно-коричневого, черного или синевато-черного цвета. По телу и хвосту проходят 30 колец. Голубой крайт обитает в основном в равнинных и горных лесах. Некоторые особи попадаются на холмистых участках до 300 метров высотой. Голубой крайт предпочитает обитать вблизи водоемов, встречается по берегам заводей и вдоль болот. Часто обнаруживается на рисовых чеках, плантациях и возле плотин, перегораживающих текущий поток. Голубой крайт захватывает крысинную нору и устраивает в ней убежище, вынуждая грызунов покинуть свое гнездо. Голубые крайты в основном активны ночью, они не любят освещенные места и вытащенные на свет прикрывают голову хвостом. Чаще всего они наблюдаются вечером и обычно в это время не очень агрессивны. Они не нападают первыми и не кусаются. А вот ночью эти змеи кусают довольно часто, о чем свидетельствуют многочисленные укусы, которые получили люди, спящие по ночам на полу. Ловить голубых крайтов ради забавы довольно абсурдное занятие, но профессиональные змееловы по всему миру делают это регулярно. Яд крайта настолько токсичен, что не стоит рисковать ради получения впечатлений от охоты на экзотическую змею. Голубые крайты охотятся в первую очередь на другие виды змей, а также на ящериц, лягушек и мелких грызунов. Голубые крайты вырабатывают высокотоксичное вещество, которое сильнее на 50 единиц, чем яд кобры. В первые 30 минут после укуса чувствуется небольшая боль и возникает отек на месте поражения. Появляется тошнота, рвота, слабость, развивается миалгия. Возникает дыхательная недостаточность, требующая искусственной вентиляции легких. Яд голубого крайта в 50% случаев вызывает летальный исход, даже после применения антитоксина. Никакого конкретного противоядия на действие токсина голубого крайта не разработано. Лечение заключается в поддержке дыхания и предупреждении развития аспираторного пневмонита. В экстренных случаях медики вводят пораженному ядом человеку антитоксин, применяемым при укусах тигровой змеи. Причем во многих случаях наступает полное выздоровление. Голубые крайты размножаются в июне или в июле. Самки откладывают от 4 до 10 яиц. Молодые змеи появляются длиной 30 см. Голубой крайт имеет категорию как вид, вызывающий наименьшие опасения из-за своего широкого распространения. Этот вид змей является объектом торговли. Змей продают для употребления в пищу. Из их органов изготавливают лекарства для традиционной медицины. В различных частях диапазона распространения отлов голубых крайтов сказывается на численности населения. Существует государственное регулирование торговли этим видом змей во Вьетнаме. Дальнейший вылов может иметь самые негативные последствия для вида. Также этот вид змей продается для получения так называемого «змеиного вина», используемого для лечебных целей. Во Вьетнаме голубой крайт охраняется законом. Чтобы уменьшить истребление змей в дикой природе, крупные особи вылавливаются для получения змейной кожи и изготовления сувениров, как это происходит с другими видами крайтов. Масштабы отлова голубых крайтов в других странах нуждаются в дальнейшем изучении. Этот вид охраняется законом во Вьетнаме с 2006 года, но законодательство только ограничивает, но не запрещает торговлю этим видом змей. До новых встреч, друзья! Надеюсь, что мои видео о животных помогают вам узнать больше о том, как важно беречь нашу планету и заботиться о живых существах, которые на ней обитают. Не забывайте оставаться любознательными и открытыми для новых знаний о мире животных. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!